Всем привет! Мир бесконечно меняется, но в нем все-таки остается что-то постоянное. Например, каждую неделю мы встречаемся с вами в этой студии и... ...обнаруживаем какие-то очень странные предметы. Привет, Надь! Лиз, что опять происходит? Ну, сейчас мы с тобой будем делать эксперимент. Садись на стол, пожалуйста. Ты уверена? Ну да, садись. Почему я? Ну, потому что каждую неделю дизайнеры в модной академии уже во все работают над своими коллекциями. Потом выпустят их, станут известными, назовут своими фамилиями. Я тоже хочу что-нибудь великое сделать и поставить под эту фамилию Морченко. То есть ты меня хочешь отправить в небо? Ну, типа того. Чтобы никогда меня не видеть больше. Сегодня мы с тобой будем пытаться победить закон притяжения. Ну ладно. Надо просто расслабиться, я поняла. Готово. Сиди, не двигайся. Так, держи. Теперь вот так будешь размахивать и точно взлетишь. Держи! Лиз, вообще-то на этом режут фрукты, овощи. Я знаю, а еще это можно использовать как крылья. Помаши. Вот так, прям сильно. Нет, надо сильно нать. Ой, дети, никогда не повторяйте таких экспериментов. Так. Еще сильнее? Быстрее? Давай, 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 давай. И? Что-то не очень. Ну, у меня всегда все получается. Зато у меня всегда куча крутых идей. Да я не сомневаюсь. Вот, например, смотри. Я придумала пончик. У тебя идея пончика съесть пончик? Да, но потом этот пончик восстановится и будет самовозобновляться. Понимаешь? Это же гениально. Ну, эта идея тоже не сработала. Ну, это хоть пончики вкусные. Вот, а еще недавно я пыталась открыть портал «Волшебный мир единорогов». У меня тоже ничего не получилось, но я не унываю. Да, конечно, Лиз. Ты уныния две противоположности. Лиз. Лиз. Лиза. Лиз. Не-не-не-ничего. Все хорошо. Приготовься. Давай. Что это? Подожди. Что это теперь? Ну, все, взлетаем. Порхай, как бабочка. Нет, нет, стой, хватит. Все, перестань. Ты можешь что-нибудь нормальное придумать? Там, не знаю, какую-нибудь свою коллекцию сшить или еще что-нибудь. Ну, вообще, это прикольная идея. Но там такая конкуренция. Такая конкуренция. Наш курс называется «Фэшн-бизнес». Наша основная задача – представить бренд, который состоит ребята, и сделать бизнес-план. Для этого занятия мы подготовили базовую основу для нашего бренда. То есть мы расписали ту аудиторию, на которую мы будем ориентироваться. Мы изучили конкурентов и посмотрели, кто в нашем сегменте или в наших ключевых каких-то моментах работает сейчас на рынке в Москве и в России в принципе. ДНК бренда – благородство, стиль и открытость. Наша одежда помогает чувствовать себя успешной женщиной. Юмор, комфорт и реализм. В чем заключается юмор? В деталях. Ключевой ассортимент представлен рубашкой, платьем и футболкой. Мой портрет клиента – это девушка. Ей 30 лет. Параметры 176 и вес 56. Брюнетка. Цвет кожи светлый. Она очень яркая, стильная, ухоженная, эффектная. Развязать руки женщинам, чтобы они смогли носить, наконец-то, одежду, которую они хотят. Не стесняться этого. Сделать авангард стилем жизни. Это действительно очень большой стартап для меня. Здорово, что сейчас происходит. У меня были мысли о том, что я хочу производить, для кого я хочу производить. Но именно такой систематизации творческого потенциала в бизнес-линию как-то у меня не было до этого. Это очень здорово, что мы этим занимаемся. Нам попался такой замечательный педагог, который все объясняет и доходчиво объясняет, и помогает разобраться в этом всем. Это было сложновато, потому что это у меня впервые, у меня не было такого опыта. И я еще изучаю свою аудиторию. То есть я только именно на этих занятиях понял, какая будет у меня аудитория в итоге. Я благодаря курсу поняла, что, наверное, у меня недостаточно еще сформировано представление о собственном бренде, и я буду над этим работать. Я на самом деле очень многое пересмотрел благодаря занятиям с Екатериной, потому что изначально я планировал масс-маркет-историю и очень такой низкий ценовой сегмент. Но потом я нашел как раз вот именно эту нишу, которая мне комфортна с точки зрения и производства вещей, и с точки зрения какого-то дохода, и как-то вообще в целом как основа бренда, как ощущение бренда. Я очень благодарна каналу Disney за эту возможность познакомиться с ребятами, которые участвуют в конкурсе, рассказать им о том, как, мне кажется, можно строить бренд в России на данный момент. Первое. Делайте продукт, которому у вас лежит душа. Второе. Ищите уникальную нишу или создавайте ее сами. В бренде важно все. Как вы упакованы, какая у вас бирка, какой у вас размер, какой у вас стяжок, какая подкладка. Есть ли у вас команда? Или знаете ли вы людей, кто потенциально может вам на каком-то этапе помочь? Продажи, маркетинг или пиар, производство. Чем дешевле бренд, тем больше он требует инвестиций. Потому что какой-то данный момент, что вам нужны объемы, а объемы требуют большого минимального тиража. Не ставьте на кон все. Это должен быть какой-то ощутимый, но подъемный кусок. Сделали там маленький-маленький тираж или вообще одну единичку, посмотрели реакцию, пошли предзаказы, быстро взяли, произвели. Стилистика марки. Очень важно, если у вас есть вещи для ковровой дорожки. Два-три вечерних плачев, какие-то будут вау, крутые, яркие, какие-то суперкостюмы. Прекрасная возможность о себе заявить. Мне кажется, очень здорово общаться с практиками, с людьми, которые действительно создали проекты. Проекты и не просто проекты, а достаточно успешные стартапы, а некоторые уже компании. Этот опыт будет для них бесценен в дальнейшей работе. Желаю только удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова